У нас идёт такое сопротивление очень сильное, никто не хочет идти в тему вины. Представляешь, мы уже полчаса, полчаса сидим, разговариваем, да, я говорю, ну всё, раз, включаем, оп, значит, раз, это самое, опять куда-то ушли, я выключаю, потом опять включаю, всё, и вот сейчас, буквально за пять минут назад, семь часов. А я еду и волнуюсь, думаю, всё самое интересное без меня. Нет, у нас было очень много интересного, да. А вы не записывали? Нет. Ты же девчонок спрашиваешь, что? Итак, всё-таки, да, давайте пойдём в эту тему, в которую, вот, она из, вот сейчас, она конкретно из подсознания, и это очень наглядно, классно, и показательно, у нас прям вот у всех начинает включаться вот это вот, ааа, что-то такое там сейчас будет, ааа. Итак, про вину давайте сразу поменяем, чтобы у нас не было липкого, коричневого, плодного и неприятного, мы поменяем сразу своё определение вины и возьмём такой нейтральный. Вина – это привычка. Почему привычка? Потому что она у нас социально сформированное чувство. Когда мы рождаемся, у нас нету этого чувства. И пока нам его не сформируют, мы такие все вообще безвинные живём, и вообще у нас всё классно. У нас нет никакого внутреннего конфликта, у нас нету липкости, плотности, грязности, у нас всё здорово. А потом приходит эта привычка, и мы начинаем этой привычке давать ещё кучку вот этих всяких определений, потому что нам с этой привычкой некомфортно. Смотрим, как формируется эта привычка. И каждый может сейчас по ходу вспоминать, да, как оно изначально формируется. У каждого из нас впервые когда-то происходит возможность совершить какой-то поступок. Один, второй, третий. И на этот поступок, соответственно, начинает идти реакция родителей. Хорошо, если этот поступок какой-то хороший нам ничего не говорят, или не заметили ещё лучше, да. Но в какой-то момент ребёнок совершает какой-то поступок, и родители ему говорят. Это плохо. И вот здесь родители совершают такую очень ключевую ошибку. То, что они дают оценку не поступку, а личность. Они говорят, ты плохой. Они не говорят, ты хороший. Хотя сейчас вот эта тенденция уже пошла, да. Что важно сказать ребёнку, ты хороший. Просто вот это действие, ну вот в нашем обществе не очень принято, да. Потому-то, потому-то. Но в большинстве случаев это происходит так. Ты такой сикой, розеттокий. Ты маму тут обидела. Я тебя больше не люблю. И, ну и в общем, куча угроз там начинается. Оценили. Раз совершился ли какой-то поступок. Поступки, как правило, разные. Но каждый раз оценка идёт одна и та же. И эта оценка. Ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты плохой. Дальше что происходит. Дальше за оценкой вот этого поступка идёт, следует, соответственно, наказание. И мама говорит, если ты будешь так поступать, я там тебя ждам в интернат. Я уйду из дома. Или ещё чего-нибудь. Ну, идёт какая-то угроза, да, наказание. Или говорят так, встань в угол и постой, подумай о своём поведении. В чём думать, ребёнок стоит пальчиком, так как говорится. Да, да, что-то поставили. Ну, ладно, поставили, стоим. Вот, здесь на втором этапе, если здесь нам начинают записывать то, что мы плохие, и мы начинаем в это верить, на вот этом этапе наказания и появления в нас вот этой боли, непонятно, за что я тут стою, дописывается ещё вот это вот сопровождающий момент. Это интонация, как нам говорят про это, да, жесты, выражение лица. Мы всё это видим, и мы всё это записываем. И потом в дальнейшем, мы, совершая какой-то поступок в своей жизни, сразу начинаем чувствовать вину. Почему? Потому что мы можем увидеть вдруг в окружающих какую-то, услышать интонацию. Начальник как-то сказал, ничего не было. Ты просто заходишь, вот смотрите, поступка как такового нет. Мы просто встретились к начальнику, но поступок предположительно, ну, вот так вот. Как бы он существует. Почему? Потому что нам только что начальник с интонацией, где-то вот здесь записанной на нашу вину, сказал, так делать нельзя. Оп, в нас включается это состояние. То есть, вот эти вот штуки, я сейчас акценты ставлю, что нам нужно перезаписывать. То есть, получается, вот здесь нам нужно менять. Оценка не поступка, а личности должна быть. Ну, в смысле, наоборот, да? И вот эти моменты нам необходимо отслеживать и убирать. Интонация, выражение и жесты. И самое интересное, что в ходе исследований было определено, и мы можем теперь, собственно говоря, для себя определять, когда вина появляется, то, что мы начинаем копировать это. То есть, теперь не только мы видим вину через интонацию, выражение и взгляды, слова других людей, мы начинаем делать то же самое. Как только мы впадаем в состояние вины, я плохой, у нас начинает сразу делаться такое же выражение. Мы начинаем говорить с такой же интонацией, даже не замечая это. Зачем мы это делаем? Чтобы дальше передать? Нет, мы как бы сами себя в этот момент начинаем наказывать вместо родителя. Мы становимся на место родителя, мы говорим себе, я плохой, и на автомате включаем, раз я плохой, я это себе разговариваю, значит, я становлюсь родителем, и я вот такое выражение, у меня интонация такая. Ну и возвращаясь к детству, поступок есть, 10 раз оценили, множество раз посмотрели, мы почувствовали боль, и у нас сформировалось болезненное переживание. Все, записалась программа. Теперь у нас программа получается таким образом, что есть некая, каждый поступок у нас уже начинает оцениваться как ошибка, да? Мы начинаем в каждом своем действии искать вот этот вот подтекст, в чем я ошибся, в чем я ошибся. А дальше у нас включается болезненное переживание, да? Я плохой, я плохой. Независимо от того, есть ошибка или нет, просто есть поступок, мы все равно уже начинаем действовать по такой программе. То есть, вот это записывало, а в итоге получился вот такой алгоритм. Любой поступок – это ошибка. Даже если мы с этого получаем положительный результат, у нас все равно включается. Это был поступок, значит, какая-то ошибка, если я сейчас не вижу, наверняка она где-то есть. Если я не вижу, другие точно видно. А раз есть ошибка, значит, внутри себя я вольно-невольно на уровне подсознания чувствую вот это вот переживание, чувство вины, да? Ну, а дальше, соответственно, мне нужно наказать. Наказания дальше можно проявить. Могут быть такие, знаете, явные, когда мы сами себя наказываем. Вот подростки в каком-то возрасте, когда у них уже записывается вот эта программа, очень классно, они уже из детского периода вышли. Вот сейчас, кстати, очень сильно распространяется, ко мне уже не один раз приходило, лезвием дети начинают, подростки, резать себя. Родители ничего понять не могут. Вроде все хорошо, и отношение хорошее, ребенок режет. Все, у него записалась программа, он постоянно чувствует себя, в каждый его поступок – это ошибка, болезненное переживание налицо, наказания нет, родители не наказывают. Что делать? Приходится самому себя наказывать. Сюда же относятся грызения ногтей, там, что там, что там еще там. На 200% детский суицид увеличился. На 200%. Потому что вот это вот очень плохо сейчас. Потому что мы, надо говорить, да, ты плохой, ты плохой. Нет, сейчас мы дойдем, подожди, мы смотрим просто тот момент, как это формируется, а сейчас дойдем до того, что мы с этим можем сделать. Так вот смотрите, когда сформировалось вот это болезненное переживание, выход есть такой. Ну вот здесь получается алгоритм, уже когда мы сами по себе без родителей, мы сами себя наказываем. Если есть тот, кто в действии с поступком нас наказывает, начальник, да, там муж, жена, опять, те же родители, дети наши, какие-то друзья, как только включается ситуация, когда нам говорят, ой, ну ты что, ну никак от тебя не ожидали. Хоп, нам сказали, что мы плохие, мы вспомнили поступок, я плохой, еще вот так посмотрели, мы сами включили вот эту, вот эту, нам больно, так, чего-то надо как-то, сейчас будут наказывать. И есть человек, который, да, когда никого нет, мы сами себя накажем. А тут есть человек, сейчас будет наказ, что сделать. И тогда у нас формируется стратегия, и некоторые люди вот в нее выпадают, и из-за этого они не могут ни какую активную деятельность начать, ни бизнес свой построить, ни денег заработать, ни как себя, ни как проявить и реализовать. Почему? Потому что они формируют такой выход из ситуации. Так, чтобы мама не обижалась, в детстве формируется, надо сделать так, ну и, надо, чтобы и мама не обижалась, чтобы меня не наказали. Как? Нужно сделать так, чтобы всем было хорошо. А как это сделать? Да. Нужно вызвать у родителей состояние жалости. Да, я вот такой вот. Да, я вот такой вот. И у ребенка формируется, ага, как только меня начали жалеть, все, меня уже не наказывают. Поэтому, если, и прощают. Ну, я, конечно, не понимаю, почему так. Ну, ребенок думает. Я, конечно, не понимаю, почему. Ну, вот я буду. Да, мамочка, да. Ой, да. И сформировал. Опять же, сейчас не говорим о том, что там мамы наши плохие, или бабушки. Это вот веками вот сформировалась такая установка. А, и может быть, она сформировалась для того, чтобы нам было веселее с вами жить в этой мире, в этой жизни. А так бы мы бы чем бы еще бы занимались. А так у нас есть возможность заниматься исследованием себя, самопознанием, самораскрытием, саморазвитием. Кому у нас сколько интереса получится. Итак, значит, по сути своей. У нас есть в настоящий момент, когда у нас вот это сформировано глубинное состояние вины, мы можем либо наказывать себя и искать всячески вот это наказание. Там раз, упал кирпич на голову. Что такое? Если выстроить цепочку, то окажется, что мы где-то себя очень сильно обвинили, нам прилетело. Не потому что это было случайно. На ногу, в аварии люди попадают. Это все выстраивается. Множество ситуаций уже есть, кто ведет на уровне каких-то таких околонаучных исследований. Ведется статистика, и там много прослеживается вот этих цепочек. Когда мы куда-то попадаем, потому что мы себя наказываем. Что нам нужно сделать, да? Все лежит на поверхности. Предположим, что мы совершили не просто поступок, а мы совершаем, ну будем предполагать, что вина, скорее всего, все-таки должна возникать не просто при любом поступке, а все-таки при каком-то действии, в котором мы совершаем какую-то ошибку. Ну, например, мы планировали позвонить сегодня в 2 часа кому-то, время 3 часа, мы не позвонили. Ну, что это? Это, собственно говоря, ошибка. Ой, я ошибся, да? Надо было, в общем, ну, если будильник завести на 2 часа или еще что-то такое. Вот. А если мы будем действовать по старой схеме, то мы будем делать так. Да, ой, как я виноват. Так, как бы себя наказать? Чем бы себя ударить? Ну, ударьте меня уже, себя самому страшно бить, ударьте меня, ну, кто-нибудь уже, да? Нам нужно эту схему поменять. Итак, есть ошибка. Я в 2 часа кому-то не позвонил. Вот здесь, когда возникает болезненное переживание, нам нужно сделать вывод. Ведь мог же, да, позвонить? Вывод какой? Я завершил ошибку. Я хороший. Но ошибка есть на лицо. Хорошо, есть ошибка, есть какое-то неверное действие. Вывод делаем какой? Нужно что-то сделать, чтобы в следующий раз эта ошибка не повторила. Третий шаг – это как-то исправить это действие. Если, например, в 2 часа был звонок кому-то, не знаю, родственнику, да, и неважно было в 2 или в 3, мы можем сразу же это исправить. Достаем телефон, звоним и говорим, привет, я такой классный, вообще я хороший. Но, знаешь, все, в общем, в жизни ошибаются, да, поэтому… Ну вот, но я тебе звоню. Все, а мы для себя исправим. Да, все просто. Ошибка, вывод, исправление. Казалось бы, да, ну классно же, да, все вот сейчас покивали головами, да, все согласились и сказали, да, супер, все классно. Но, как только до дела доходит, мы такие говорим, какая ошибка, мы забыли уже про ошибку, мы уже совершили какой-то там проступок, мы уже сели в большую яму, в которой вины выше крыши и ни о каком исправлении мы абсолютно не думаем. Что мы можем сделать с вами с этим? Мы можем с вами… Так, ладно, сейчас про признаки, про это. Мы с вами можем сделать несколько заходов на себя, подходов, подходов к себе. Вариантов множество, да, мы с вами на сегодняшнем занятии возьмем несколько таких шагов. Я постарался сделать это такой алгоритмом, чтобы можно было делать самому, по максимуму самому, хотя мы сделаем пару упражнений в парах. Итак, по максимуму самому и на разные варианты. Первый вариант, когда у нас просто есть неизвестное какое-то внутреннее состояние вины и мы не понимаем, из-за чего это. Это мы просто с телом прорабатываем. Можно каждый день делать в качестве по тренировке. Второе, это мы возьмем технику, которая направлена на то, когда мы знаем какую-то ситуацию и она нас не отпускает. И вот мы что бы ни делали, да, как бы мы ни говорили, ну сейчас я исправлю, она все равно нас тяготит. Еще одна техника. И еще одну возьмем маленькую такую для ежедневного применения, вот как зубы почистить, да, мы каждый раз достаем щетку, зубы почистите, чистим. Вот мы такую же технику возьмем, трехшаговую, которую можно делать в каждой ситуации, когда мы делаем, совершаем какой-то поступок. А-а-а, забыл два часа на готово позвонить или а-а-а, что-то там еще не сделал, да. Вот в какие моменты можно делать такой трехшаговый маленький алгоритм и переучивать тему. В любой из этих трех ситуаций, первое, второе, третье техники, которые мы сейчас будем разбирать, все базируется на том, что мы будем с вами переучивать первое. И самое главное, это наша тема. На уровне тех мышц, которые записывают у нас состояние вины и на уровне нашей психики, там, где мы поверили в этот вот начальный алгоритм и пришли к тому, чтобы все, что бы не случалось, это обязательно у нас болезненное переживание. Давайте, а вот специально не написал, давайте вместе с вами портрет создадим человека, который чувствует вину. Вот как мы по, если мы с вами говорим о том, что мы через тело будем в первую очередь работать, вот давайте, как мы определяем по внешнему проявлению человека, что он виноват. Плечи опущены. Да, 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 он сгорбленный, ссутуленный, да, там плечи опущены. Ну, напишем сгорбленный. Так, так, вот так. Я хотела про какой-то внутренний монолог, когда все время, если говоришь, надо было сделать, это не подходит туда, да? Мы сейчас говорим про тело. Про внешнее. Да, вот про тело. Вот мы видим человека и мы говорим, все, вот я точно знаю, да, он сейчас переживает чувство вины. Вот так. Такое он неравосное. Выражение лица, да. Унылое там какое-нибудь, да? Лицо. Так, правильно, так, еще, вот он такой. Так, что еще? Ну, скорее всего, он не быстрый. Ну, такой он, как, ну, ноги в волосы. Да, вот, вот, да, как он идет, вот это, это какие-то вот такие вот шаги. Да, 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 да. Ну, замедлено, давайте, ну, потому что он замедленный. Так. Может быть, отсутствующий взгляд, что он там все время, ну, вот, если он там все время в себя видит. Прокручивает, как бы надо было сделать по-другому. То он, ну, так, согласен, отсутствующий. И куда этот взгляд, как правило, обычно уходит? В себя. Вниз, мне кажется, вниз. Да, да. Человек же, когда виноват, и он все, взгляд вниз, да. То есть, мало того, что он отсутствующий, он там в себе там все это переживает. Да, 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 да. Вот там, кстати, классно. Он же там как раз вот такой вот стоит, да. Он там, правда, не идет, но он, наверное, и пришел тут тоже точно вот таким вот образом. Да, еще что-нибудь. Так, что так сказали? Здесь это, здесь вниз, да. Еще что-нибудь есть? Или все будем считать? Ну, голос такой он у меня. Тихий. Ну, вот если на уровне еще... Тихий голос, да. Там, что-то там шепчет, не слышно, да. Ну, сомнутыми, ненавидятые. А? Полусогнутые полянки. Бывает, когда мы... Да, может быть. Это вот еще больше. Чтобы поймали, заказаться. Чтобы еще больше, да. Чтобы не видели. Да, да, вот как раз я хотел сказать. Желание, когда чувство вины, желание спрятаться и сжаться, чтобы тебя не заметили, да, там. По максимуму спрятаться. Ну, вот, когда мы видим такого человека, или когда мы себя таким видим, то, соответственно, мы говорим «О, здравствуй, Вина, как я рад, что ты пришла. Привет, будем с тобой сейчас чего-нибудь делать». Ну, как я рад это громко скажу. Ну, мы же поменяли, мы же поменяли. Винаш у нас теперь не что-то негативное. Вина – это просто привычка. Такая дурная привычка, от которой нужно, в общем, избавиться, наверное. Поэтому убираем. Итак, смотрите, если мы с вами сейчас, вот тут признаки, которые мы написали, представим, да, то вот и глядя на человека, мы можем посмотреть, где больше всего, вот где вина в теле будет базироваться. Где? Вот, вот вина, если мы посмотрим на тело, она базируется на верхнем грудном отделе позвоночника. То есть, это вот шея от всех и где-то вот чуть ниже лопата. Вот этот вот отдел. Это, если мы будем смотреть, грудной отдел позвоночника, он состоит из 12 позвонков. А верхний грудной, он где-то, ну, плюс-минус до седьмого, ну, до шестого, но я так седьмой еще все-таки там тоже он захватывается. И у нас вот эти вот, получается, вся вина у нас сидит на этих шести позвонках. Влияет на что? Вот мы как с вами говорили, да, как человек вот… А, вот мы еще не сказали про дыхание, как дышит этот человек, да, дыхание у него он там… Замер. Замерло, да, вот. И, как правило, люди, когда виноваты, да, у них вот это вот сердце болит очень. Женит. Вот, получается, у нас первых два позвонка пошли отсюда от шеи, ну, грудного отдела. Они как раз отвечают, ну, кроме того, что они за грудной отдел отвечают, они еще отвечают за руки и кисти. По температуре кистей можно определить тоже чувство вины, да. Вот эти вот там, жар, это самое, влажность, холодность. Да, третий-пятый позвонки, они как за грудную клетку отвечают, так и они за дыхание отвечают. Вот нарушение этих позвонков, это проявляется через такие болезни, как правхиты начинают стомпанировать.